здравствуйте туристы и милитаристы сейчас я посмотрю да идет пошла запись так сегодня у нас на кухонном тесте нож скаут от опп кизля несколько дней я его поносил в кармане но именно просто так пощелкал полюбовался потому что не хотел давать никакой нагрузки на режущую кромку до теста чтобы не получилось так что я каким-то образом нарушил заводскую заточку как вы знаете постоянные зрители канала знают что все тесты на канале рахадыр проходят только с заводской заточкой за редким там исключением когда именно ножи специально затачивались я даже не помню это по моему было всего лишь пару раз нож реально не чувствуется практически в руках 70 грамм все вот действительно просто как перышко и реально я считаю что нож классный нож классный и он очень такой прям найти вот командировочные самое вот самое правильное слово сколько я его не кручу в руках вот это вот рука открывание слеп джойнт отсутствие шпинька отсутствие клипсы это действительно вот с моей точки зрения такой знаете командировочный старомодный классический нож ну по крайней мере сейчас срабатывает вот неоднократно мною испытываемое такое ощущение когда смотришь на сведение от о ппп всегда думаю что действительно как-то так выглядит грубовато толстовато но очень многие ножи вели себя на кухонных тестах не просто достойно велись а прям вообще замечательно я могу поименно назвать те которые вот прям действительно повергли меня в какой-то культурный шок несмотря на то что ну явно ножи не тонко сведены в чем секрет не знаю но есть вот такая вот фишка в оооо пппшной заточки надо признать что кстати говоря забыл сказать забыл сказать ну вот у нас картофель разрезается с легким хрусточком но чистится просто на ура чистится картошка очень хорошо единственная вся глазливая такая приходится или вырезать или просто потолще кожуру снимать забыл сказать обращение к зрителям что ребят сегодня на самом деле все что я скажу это мои лично я всегда в принципе выражать свои субъективные мысли какие-то свои личное мнение но в данном случае я никого на баррикады не призываю никого не призываю каким-то резким суждением я просто высказываю свое мнение и это не значит что я как-то плохо отношусь к организациям или людям о которых пойдет речь просто я какие-то конкретным именно событиям ножам вещам но не всегда скажем так отношусь положительно только и всего это ни в коем случае там не повод для срача то мне здесь обвинили в том что я тоже занимаюсь хайпом также провоцирую людей прочее знаете как бы если сообществу нравится моя болтовня кухонная во время того как я вот так вот замечательно чищу картошку этим ножом почему бы и нет пускай она будет я не могу постоянно говорить там я не знаю о сортах кожи на ножны и там или я не могу постоянно рассказывать о том сколько в эстонии банных комплексов или еще что то так или иначе какие-то и так огромный пласт политический о котором я с удовольствием бы поболтал за рюмкой чая я не затрагиваю своих разговорах просто для того чтобы не сеять какие-то но не создавать конфликтной ситуации так вот нож замечательный но на мой взгляд оба по чуть-чуть запоздали с его выпуском может быть так где-то на полгодика потому что не солян то что скаут найдет свою аудиторию с такой ценой и с внешним видом с реально дизайном прямо скажем со своими какими-то от этими плюсами то что он легкий то что вот такой вот какой он есть вот буквально буквально сейчас увидела свет белка вернее не белка а скажем реинкарнации я не знаю но это не совсем копия пародия на белку как угодно назовите в общем это не совсем белка не совсем копия но в общем вышла я так понимаю в тираж белка и конечно скауту тяжело будет конкурировать с этим ножом почему потому что оба ножа именно скажем из разряда дедушки нож оба ножа шикарно порезал картошку просто вообще вопросов оба ножа с двуруким открыванием такие классические но в отличие от скаута который просто вот ну вот он такой вот замечательный в классическом виде белка это уже конкретный маркетинговый ход это уже проект я уверен что он будет удачным почему потому что идет спекуляция на игра скажем так на ностальгических чувствах поколения плюс а надо заметить что вот эти вот все брутальные небритые хмурые из-под лоб для мужики они внутри на самом деле неисправимые романтики и очень легко ранимы очень легко такие вот достаточно вот люди такого тонкого плана не несмотря на сбитые кулаки мозоли и плевки сквозь выбитые зубы знаете сквозь дырки в зубах вот это все это все я просто знаю о чем говорю чем хмурее тем тоньше как говорится струны душевные так вот и поэтому здесь именно ну по большому счету нож не отличается там от каких-то вот там оля бак 110 там или еще что то но именно вот этот зверек пластиковый именно очень легко идет нож я даже уже запамятовал какая здесь толщина обуха но надо признать его тоже опять же база здесь стоит скорее всего house 8 правильно правильно потому что ну или то что о о ппп называет аус 8 скажу менее дипломатично но более по существу так вот если он вот так вот режет именно как он сейчас режет и чистит как он сейчас чистит мне например за его стоимость совершенно не впадло буквально после каждой 2 3 работы по продуктам несколько движений по мусату сделать почему потому что восьмерка довольно простая сталь поправить потому что на самом деле геометрия здесь и вот заводская за . я понимаю что о ппп ну не совсем вот так вот прям совсем в бритву точек работает по крайней мере кубики совершенно достойные и полукольца тоже совершенно достойно получаются немножко еще отвлекусь мне конечно скажу да у тебя все нарезают у тебя все режет нет ребят те кто это говорят они внимательно смотрят мои тесты сегодня меня повеселил один товарищ он написал твой а ваш тест плохой я написал ему в ответ ваш комментарий отвратителен но что еще сказать так вот здесь именно при всем при том что разница по большому счету никакой здесь пластик там пластик там по моему 8 хром 13 бустая здесь house 8 или то что называется house 8 но скал и вызывает такой ностальгии он не вызывает вот скажем так не играет так вот на этих вот чувствах как вот та самая принадлежность вы понимаете я понимаю что белку мутраску раскупать просто ну там я не знаю сотнями тысячами десятками тысяч потому что это действительно какой-то вот отсыл к тем временам к тем ножам когда еще деревья были большие у бородатых мужиков еще не то что бород даже усы еще не проклевываясь и вот эта ностальгия она по-любому толкнет не просто там какой-то немалая на мой взгляд наверняка много людей пойдут и купят этот нож лично я понимаю что это действительно замечательный коммерческий проект еще один момент хочу сказать что я заметил что именно игра на чувствах людей рожденных и выросших советском союзе игра на вот этих вот советских каких-то ностальгических нотках она присуща махровым капиталистам и не только в россии но в совсем уже таких капиталистических странах почему потому что у нас в эстонии делают квас который так и называется квас 3 копейки у нас ездит экскурсионный автобус на котором нарисован знак качества на самом деле знак качества это вообще но сейчас на что только его не лепит но реально вот так вот как есть так есть еще какие-то какая-то была колбаса пару сортов мороженых мороженого у нас есть которые непосредственно относят вот к тем временам и несмотря на то что сейчас не буду дальше в политику углубляться несмотря на общую скажем позицию государства и несмотря на какие-то декларируемые нынешние постулаты в отношении советского времени в эстонии очень многие на этом зарабатывают и зарабатывают именно капиталистические настроенные эстонцы то есть не запариваются и есть ведь по большому счету несколько пробелку за финале почему потому что повторюсь это очень классный просто офигительный коммерческий ход лично мне я мне не нравится скажем философии этого ножа я объясню почему вот только буквально один момент там даже дело действительно не встали никто что форму клинка изменили вообще не я считаю что если это белка если используется если именно используется символика и название того советского ножа при котором мы выросли этот нож должен произвести в россии как бы это не было затратно по производству как бы это не было скажем более рискованно по качеству чем в китае как бы это не чтобы это не было этот нож должен делаться или в ворсми или в павлово и в питере или где угодно почему потому что я считаю это это мое личное мнение его не навязывая я так считаю то есть я совершенно не против чтобы та же самая бруталька делала все свои остальные ножи в китае или как это называется как же там была красивая такая фраза проброшена сторонними на сторонних мощностях или что-то такое очень веселая была фраза я в принципе не против китайской продукции и не против того что очень много качественных ножей на мировом рынке западных российских компаний делается в китае меня откровенно забавит когда некоторые производители ну пытаются скрывать то что к ним везут компоненты из китая действительно забавит почему потому что в этом плане например вот могу привести именно конкретный пример мне очень нравится вызывает просто полнейший респект и уважуху отношение к этому вопросу компании мистер блэйд почему потому что с самого первого момента как я вот познакомился познакомился с их продукции когда я открыл сайт империи ножей и стал смотреть на же мистер плейд и насколько я знаю именно кулуарно в разговорах в личных они никогда не скрывали того что они делают свои ножи на китайских мощностях тут того что это чешская компания чешские российские дизайны выдумки придумки какие-то и совершенно нормальное качественное китайское производство все вопрос закрыт и никаких вокруг из-за этого вокруг этой компании никаких абсолютно нет каких-то вот интриг скандалов расследований на тему а покажите где вы делаете свои ножи что вы там делаете а как у вас вот это вот происходит а вот это вот в этом но мошенники не мошенники вы скрываете искать и нет самого начала все было по чесноку и молодцы они себя этим не загнали в те какие-то вот обстоятельства в которые в которых оказались другие компании просто класс так вот что касаемо белки повторюсь нож нашего детства должен производиться в россии как бы это сложно не было и чтобы за этим не стоял это моё личное мнение опять же я его не навязываю то что в китае это получает получается быстрее дешевле возможно качественнее никакого лично для меня это уже пройти тоже такой момент есть некоторые группы ножей которым я отношусь личностно огурец порезан был просто замечательно и какие-то моменты с ними связанные ну вот я сейчас приведу вам именно примеры на нас со своей точки зрения когда именно идет какая-то вот манипуляция сознанием то есть но не то что манипуляция сознанием желание заработать бабок не просто на ножах не просто на качественных ножах или каких-то там интересных там дизайнах и прочее прочее именно на памяти людской на какой-то национальной гордости на каких-то ностальгических нотках на каких-то вот таких вот вещах так вернемся к нашей восьмерки за 700 рублей в исполнении ооопп я не могу сказать что у меня прямо здесь вот принятие класса а плюс нарезка по помидорам но даже намека нет на какие-то вот нет супер мега скальпельности но даже намека нет на какие-то замятия нож совершенно спокойно идет через помидорную кожицу опять же далеко не каждый нож так спокойно идет через эту самую кожицу что касаемо скальпельности здесь она не нужна потому что представьте если этот нож все-таки взять заморочиться и вытащить скальпель ну за что ты меня так все же нормально я тебя особо-то не ругаю я по делу говорю весь прикол в том что если этот нож вытащить скальпель то опять же с учетом восьмерки которая стоит на клинке она у вас завернется буквально в разделочную доску то есть но здесь все-таки должна быть какая-то защита дурака и в данном случае заводская заточка это реально хороший добротный компромисс потому что посмотрите он режет вот когда мне говорят ты там типа о пп кизляр давно уже под этого не говорили потому что как-то реже они стали попадаться у меня на тестах и на обзорах эти ножи но когда мне говорили что вот и там их рекламирую что там прочее но у вас глаза есть я максимально близко при приблизил камеру пожалуйста режет режет молодец и повторюсь если он даже там затупиться у меня от дерева я знаю что с этой железкой его пару-тройку раз провел по мусадику все нож рабочий командировочный так помидорка отлично скажем не не отлично с плюсом а просто на пятерку отлично то есть возвращаясь моему к моей речи я считаю что ну вот действительно есть группы какие-то вот таких давайте просто поговорим о примерах самый простой пример это ножи разведчик ножи сапера ножи разведчика любых годов 40-х там 40 нож разведчика 40-го года нож разведчика сорок третьего года и там вишня не вишня и кстати говоря опять себе перебью эти три группы вообще не нет ни три группа скажем именно когда те случаи когда пытаются нас привлечь к покупке ножа на косвенных я бы разделил на три группы действительно первое это когда просто мода самый простой пример вот сейчас эти якутские это просто мода вот это действительно просто мода 95 процентов людей которые покупают себе якутский нож они потом не понимаешь что с ним делать но что делать с этой лыжной палкой как ей нормально работать по продуктам как и нормально работать ответ прост ребята на досу как быть якутом и жить в той местности и в тех самое главное условиях для которых этот нож был создан и где где он ну стал путем ножевой эволюции приобрел именно вот эти формы тогда наверно вы поймете и вкусите всю его прелесть вторая вот даже по маринованной паприке совершенно удивлен ли я на самом деле я каждый раз удивляюсь потому что повторюсь по виду нож сведем сведем сведен толстен я сейчас не буду замерять во сколько но по виду он действительно такой вот грубоватый порезал совершенно без без единого вот такого протягивания без единого замена я с а вторая группа это реально существовавшие какие-то ножи копии или по мотивам которых сейчас делаются и то есть это как бы действительно правда или какая-то полуправда и это действительно вот игра какая-то вот манипуляция нашим сознанием притягивание к этому ножу ну я понимаю что мне сейчас ответят тебя никто силком не заставляет это все покупать да безусловно я не спорю силком никто не заставляет но я понимаю что очень много людей я в том числе как минимум иначе посмотрит на нож только заслышав название только прочитав какие-то вот там отзывы или прочее прочее и вот эти правдивые ножи частично легендизированные это вот как раз таки белка потому что опять же той же самой белки об оригинальной я слышал очень много ностальгических таких восхищенных слов и очень мало отзывов об этом ноже с точки зрения именно вот положительных отзывов с точки зрения поюза вот с того с той точки зрения сколько готовь на которой мы сейчас находимся с точки зрения современного скажем пользователя там и по поводу стали и по поводу всего-всего и выдумки в чистом виде выдумки это самые там разнообразные какие-то за сапожники какие-то еще вот это вот какие-то подобные группы так вот вернусь к ножам н.р. на самом деле к чести например ОООПП я могу сказать что они ни разу я практически со всем модельным рядом знаком я ни разу не припомню чтобы у них был хотя бы какой-то нож который как-то именно спекулировал бы то есть вот у них есть например таран и все понимают откуда ноги растут но они не назвали таран там каким-то образом там знаете там разведчик или спецназовец и прочее и как раз таки нож например пограничник да он вообще никаким образом не не относит нас к каким-то вот то есть нет никаких ссылок нет никаких вот таких вот притягиваний за уши скажем так у них есть там личная серия есть серия как называется птичья степная здорово при всем при том что я не люблю вот эти вот названия знаете зайчик суслик лайн лис там 5 10 потому что они копируются просто под копирку действительно отечественными ножепромщиками при всем при этом я считаю что с такими названиями гораздо сложнее обосраться чем используя какие-то именно вот манипуляции там за сапожный заворотниковый там и прочее прочее немножко под вот первую треть совершенно спокойно проходит и как только спуске вот здесь вот уходят именно заканчиваются вот именно спуске сразу же начинает вязать моцарелли нож причем так откровенно хотя на начало очень модно режет за шилистки потом буквально погружается и сразу чувствуется что нужно уже тащить его вот и какие-то вот эти вот даже разведчика финки нквд и прочее прочее но каждый российский производитель считает своим долгом сделать нр-40 или там финку нквд или вачу или прочее прочее да по большому счету это и не я не против но иногда мне нравится действительно очень когда делать красивые с черными рукоятями ну аля вот черные ножи действительно очень очень красиво смотрится но иногда находит до маразма иногда это уже просто превращает в клоунаду и испытываешь протест с точки зрения именно той что ты ну тебе не нравится именно вот это вот какая-то сука чехарда с названиями какая-то вот именно вот воздействие на твое сознание самый простой пример скажу я очень люблю на жизни златоуста ир очень называть нож по мотивам нр-40 штраф батом на мой взгляд кощунство все кто со мной не согласен я вас с огромным настоятельно скажем так приглашаю посмотреть мой обзор ножа штраф бат где я все совершенно спокойно изложил и именно вот в комментариях к этому ножу основной срачи ведется я там практически не удаляю комментарий потому что меня там клеймят говорят что я нифига не понимаю часть сообщества яростно меня поддерживает что они действительно со мной согласны что нельзя было такое название давать этому ножу часть сообщества со мной не согласна поэтому если вы хотите подискутировать на тему ножа штраф бат давайте мы продолжим все таки там не здесь вот а запилить сука нр-40 с перевернутой гардой с георгиевской лентой на рукояти и с названием штраф бат ну скрестили как говорится все что можно было скрестить потому что но здесь пойти это чисто коммерческое название в общем я не буду дальше обсуждать потому что это как раз таки все было уже неоднократно обсуждено и вот это вот наверное самая популярная группа именно на базе ножей разведчика которая относится вот я ее отношу именно к тем когда идет какой-то посыл к нашей памяти и через это собственно говоря делается касса потому что сделать нож разведчика назови его просто лютик ли ну те кто увидят вот эти формы вот опять же таран о пп все же понимают откуда ноги растут но его же не назвали как то вот так вот еще один комплимент скажу мистер блэйд за их нож партизан потому что они действительно очень толковый ножик сделали и мы там нашли самые разные скажем ноги и энеровский и глоковский и кабаровский и каких только мы там не нашли корней но факт остается фактом они как-то именно назвали его совершенно партизан вроде как относится но тебя не напрямую вот так вот не нет вот такого вот скажем заманухи вот этой вот добро пожаловать типа в легенду вот в этом смысле кстати говоря вот опять же скажу две вещи про о пп первое почему не пошло самсоновские ножи почему не стали таким же такой же вот разменной монеты раз раз расходниками расхожим материалом самсоновские ножи то есть мало спекуляции на теме на тему нажим самсонов потому что холодняк очень мало компания производит холодняк то есть имеют грубо говоря на это право и поэтому есть какие-то отсылки у тех же самых опять же мистер блэйд у о пп есть несколько ножей которые прям там есть самсонов грубо говоря и плюс несколько ножей которые ну так или иначе в этом же стиле те же самые для вы его бы сделаны то есть ну именно из-за того что каждый пятый гаражный кооператив ножевой не может сделать каждый второй вот холодное оружие тема самсоновских ножей она не получила а иначе поверьте был бы просто бум ножей самсоново если бы можно было делать вот как например по эстонскому законодательству вот эти все гардовые ножи у нас они не считаются холодным и то же самое дом я все время удивляюсь хочу никто не делает ножей по мотивам штыка калашников но все же понимают что это штык и все же понимают там его особенности но почему никто не штампует калашниковские штыки с обухом в 2 и 4 миллиметра чтобы это был скажем были хозяйственно-бытовые ножи а кто знает может быть кто-то и подхватит идею дарю ребята вот ниша которая практически не освоена только один замечательный умный человек проспекулировал аббревиатурой а к 47 это линд томпсон но и опять же он проспекулировал в западном мире не у нас видите как я я тоже в западном мире душой то все равно вот за ножи сейчас я представляю сколько я за эту фразу можешь хрюнов сразу же бросился печатать на тему на то и прочее короче не запаривайся лучше давай вот про эти темы все поговорим пластунский засапожные тут понимаешь еще легче почему чем я могу сказать что мне например что за сапожный что пластунский атаковский очень понравились реально понравились вот без без балки говорю но я понимаю ну какой он нахрен за сапожные это должен быть ботфорд барона мюнхгаузен чтобы этот нож вот в этих вот размерах за какой-то сапог там залез и опять же сейчас мне многие возразят что ну на самом деле там вот такие-то формы там еще там чуть ли не от слова о полку игореве я понимаю ребят но нас настолько искусно вот это вот все намешали я могу сказать так у меня создается впечатление когда я читаю описание какие-то к ножам на сайтах компаний производителей что люди которые делают некоторые исторические скажем по мотивам ножи те же самые засапожные пластунские шмастунские они зачастую сами не понимают что они делают что это за нож и откуда он взял то есть и даже более того я уверен что в той же самой ворсме или в павлово там идет просто передиралово кто-то сделал саблеобразный большой нож назвал его предположим пластунский и сразу же там накропал статейку о том что были какая когда-то какие-то пластуны которые вот спецназ казачьих войск там разведка 5 10 и прочее и прочее и они делали себе ножи из обломков шашек сука сколько нужно шашек сломать чтобы вооружить подразделение пластунов этими ножами это во первых во вторых то есть я понимаю если например шашка сломалась из нее сделали нож и он где-то там ну грубо говоря казачий такой вот вариант и дисишника то есть для каких-то вот работ лайверных для каких-то там этих самых там ну там именно нарезок там каких-то рубок и прочее и прочее с учетом того что это бывшая шашка но и даже если с точки зрения вот моей не военной логики а самый простой самого простого здравого смысла если у вас есть подразделение которое ходит к горцам в разведку ну на ту территорию мне кажется что у них должны быть кинжал просто для того чтобы и хотя бы издалека можно было не отличить и причем но делать с того пора именно на то что они и одевались как горцы и это совершенно логично совершенно естественно ну и с точки зрения именно опять же здравого смысла с учетом того что там пешие конные казаки какие угодно и прочее и прочее они воевали а кинжал с точки зрения как оружие по любому более эффективен чем нож нож это хозяйственный бытовой предмет можете со мной поспорить давайте валяйте без проблем как говорится обсудим что еще ну вот про Энеры сказал про пластунско-засапожные ножи сказал конечно же очень много идет манипуляций со словами ПУКО ЛАПИ СААМСКИЙ НОЖ ЛАПЛАНСКИЙ НОЖ и тоже зачастую люди которые произносят слово ПУКО они просто ни хрена не понимают что такое ПУКО ну вот что стоит за этим словом или там ЛАПИ или еще что то то есть вот опять же похвалю ОООПП есть у них например ножи финский НОРТ совершенно ясно опять же откуда ноги растут но они же не назвали их ПУКО почему-то вот не стали вот ну да вот этого всего ну доходить ну назвали таким образом даже чтобы видно было ну скажем этническую принадлежность данной геометрии не более того и никто не хочет зарабатывать денежки на именно на название на бренде ПУКО ЛАПИ и прочее вот я говорю сейчас правильно мне совсем недавно в беседе наш Виктор Миллер сказал что нажрут ну он сказал очень грубо я поэтому переведу на приличный язык он сказал когда нажрутся этих ножей якутских наверняка пойдут дальше там бурятские там и венгские или какие угодно мода она по-любому будет идти дальше в общем я хочу чтобы вы ребят меня поняли правильно я не против того что идут какие-то заимствования именно исторических ножей или или этнических ножей или какие-то именно вот чтобы были скажем ну какая-то преемственность совершенно не против но меня коробит когда откровенно делают коммерцию на каких-то названиях на каких-то именах особо не заморачиваясь соответствовать философии там или еще чему-то напоследок кстати говоря я вот тут хвалил-хвалил ОООПП я могу сказать так но здесь вина моя лично есть и да по большому счету моя личная вина есть это я имею ввиду нож НР-18 на самом деле вот есть же все-таки у ОООПП нож с аббревиатурой совершенно современные формы очень интересная трактовка вот этой вот симметричной рукояти пластиковые ножны сейчас с аббревиатурой делать с темным клинком и с темным клинком и оливковой рукоятью оливковыми ножнами вообще суперски как конфетка смотрится и этот нож вообще никакого отношения именно с точки зрения идеи с точки зрения философии моделей с точки зрения преемственности не имеет к названию Василий Теркин то есть это просто на современный хороший прикольный нож его просто притянули за уши к проекту клуба Архады все не более того то есть это совершенно не Теркин это все понимают то есть даже когда те люди которые говорят что а меня устраивает и это неплохо почему потому что нож то неплохой сам по себе и это все замечательно но именно с точки зрения того что подразумевалось столетний юбилей имя Василия Теркина его образ его образ именно в поэме Твардовского и прочее и прочее никакого отношения не иметь к этому ножу это в чистом виде именно вот скажем это современный вот как я сказал как авианосцы называют например то же самое современный нож названный в честь Василия Теркина в 100 экземпляров все то есть по большому счету никаких отличий от базовой модели нет и по самому большому счету это именно НР-18 не более того то есть но здесь я не могу сказать что ОООПП они как-то проспекулировали именем Василия Теркина или вот этой вот фигурой или вот этой вот этой вот датой почему потому что мы сами я сам им это предложил ну и почему не получилось на базе ножа сапера 39-го года о чем мы собственно говоря на Иве 2017 пожали руки ну так просто не получилось по большому счету кто не ну кому не понравилось те не выкупили все кто выкупили нож они все остались довольны очень я доволен результатом сегодняшнего теста я ожидал что будет гораздо все поспокойнее и пофлегматичнее порезал абсолютно все продукты ну без замечаний единственный вот был момент и опять же это в чистом виде именно спуски сыграли это то что немножко в моцарелле подвязал и опять же это не совершенно нельзя относить каким-то образом косякам класс просто классный тест жду комментариев просьба выражаться культурно всего доброго то что всегда не в дом и спуск в и до 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 Продолжение следует...